МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть на законах основания предоставим. Администрация определила места проведения ярмарок. Поверьте, вы нам очень дороги. Юные десногорцы благодарят старшее поколение. Смотрите, вот наши гости почетные, важные самые. Наши бабушки и дедушки славные. Ученики первой школы поздравили бабушек. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленская областная дума начала работу после летних каникул. Первое заседание региональные парламентарии провели 29 сентября. На нем рассмотрели более двух десятков вопросов и 16 проектов федеральных законов. А депутаты Десногорского городского совета провели очередную сессию 27 сентября. Как прошло заседание, какие решения приняты, смотрите в нашем сюжете. На сессии были рассмотрены и приняты решения по шести вопросам. Вначале народные избранники, учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии, планово-бюджетной, налогом, финансом и инвестиционной деятельности, поддержали предложение администрации и внесли изменения в бюджет муниципального образования города Десногорск на 2016 год. «Утверждение дохода в сумме 500 млн 992 тысячи рублей, расходы 526 млн 312,8 тысячи рублей. Дефицит остается без изменения в сумме 25 млн 324 тысячи рублей». Затем депутаты единогласно проголосовали за принятие от Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом» в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества, памятника святым благоверным Петру и Февронье. Также в муниципальную собственность принят объект движимого имущества, оборудование охранно-пожарной сигнализации бывшего помещения прокуратуры в доме 28 первого микрорайона. Депутаты поддержали обращение руководителей предприятий ЗАО «РНП Автотранс» и АО «Атомтранс» о награждении благодарственными письмами Десногорского городского совета некоторых сотрудников в связи с Днём работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. В решении номер 241 депутаты поручили администрации Десногорска во взаимодействии с муниципальными учреждениями, предприятиями и иными органами разработать комплексный план мероприятий «Я люблю свой город» и до 15 декабря текущего года представить его на рассмотрение в Десногорский городской совет. На трассе Москва-Минск задержана фура из Беларуси, в которой, согласно документам, находились около 20 тонн мяса птицы. Но таможенники выяснили, что сертификат был поддельным. По факту незаконного перемещения через границу Российской Федерации стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, в Смоленской таможне возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 7 лет. В Смоленской области более 50 дорог, по которым подсанкционные товары пытаются провести контрабандисты. Для борьбы с ними в Смоленской таможне созданы три мобильные группы. В их состав также вошли представители пяти ведомств – Россельхознадзора и Роспотребнадзора, пограничные службы, транспортного надзора и полиции. С наступлением грибного сезона управление Роспотребнадзора по Смоленской области напоминает, что за прошлый год в России было зарегистрировано около тысячи случаев отравлений грибами. 22 из них закончились летально. Причиной отравления могут стать продукты, приобретенные у случайных лиц. Поэтому покупка грибов в местах несанкционированной торговли крайне нежелательна. В Десногорске имеется схема размещения нестационарных торговых объектов. Она утверждена постановлением администрации нашего города сроком на три года – с 2015 по 2018. Так где же могут торговать приезжие корабейники? Согласно российскому законодательству, уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления должны оказывать максимальное содействие для расширения ярмарочной торговли, особенно регулярных ярмарок, как способа вовлечения в оборот продукции мелких производителей и обеспечения роста предпринимательской активности и самозанятости населения. Администрации нашего города определены четыре площадки под ярмарочную деятельность. Это территория возле магазина «Бродвей» в первом микрорайоне, во втором микрорайоне рядом с центральной библиотекой, а в третьем – около БПК «Латона» и специальная площадка напротив общежитий. Организатором ярмарки могут быть органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели. Организатор ярмарки обязан заключить договор на аренду земельного участка, а уполномоченные в соответствии с законодательством орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и территориальные управления федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации осуществляют контроль за соблюдением на ярмарках санитарных, ветеринарных и противопожарных норм, а также требований в сфере защиты прав потребителей. В случае, если кто-то из индивидуальных предпринимателей города Десногорска захочет поторговать на ярмарке в городе Десногорске, либо в других городах, то нужно подать заявку организатору ярмарки и принять в ней участие. Очередная ярмарка в Десногорске планируется уже на следующей неделе. В 2016 году в Смоленской области осудили 65 иностранцев за незаконное пересечение границы. В прокуратуре отмечают, что в основном незаконно въехать в Россию пытались граждане Республики Молдова. На них было заведено 21 уголовное дело. А вот в прежние годы границу незаконно чаще всего пытались пересечь жители Грузии. В области проходят торжества, посвященные Международному дню пожилого человека. В Смоленский институт искусств пригласили людей пожилого возраста из всех районов Смоленщины. Их поздравил губернатор Алексей Островский. Смолян, которые в преклонном возрасте продолжают активно участвовать в общественно-политической жизни региона, наградили благодарственными письмами губернатора и архиерейскими грамотами. Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. И молодежь Десногорска не смогла остаться в этот день в стороне. Подробнее в нашем сюжете. Юные жители нашего города при поддержке Десногорской центральной библиотеки решили выразить свою признательность и слова благодарности старшему поколению лично. Девчонки собрались у памятника первостроителям, чтобы сказать теплые слова всем тем, кто строил наш город. Сегодня мы, молодежь города, хотим вам выразить свои слова признательности. За то, что вы подарили нам такой прекрасный город. За то, что вы накапливали свои знания и умения для будущих поколений. То есть для нас. Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья и боевого духа. Поверьте, вы нам очень дороги. Мы присоединяемся к каждому слову нашей молодежи. Искренне желаем вам, зачинателям традиций и строителям города, всего самого наилучшего. Живите как можно дольше и передавайте свой опыт будущим поколениям на благо Десногорска и страны. Что может быть важнее людей, которые знают так много об этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? Дорогие главные люди Земли, с праздником! Будьте всегда окружены заботой, уважением, пониманием не только близких, но и окружающих людей. В первой школе Десногорска ученики начальной школы решили поздравить своих бабушек по-своему. Чаепитие, теплые слова, концерт в домашней атмосфере. Что из этого получилось, смотрите в нашем следующем сюжете. Дети с особым трепетом готовились к встрече гостей. Репетировали сценки, накрывали столы. Бабушки, немного смущаясь, с удовольствием рассаживались по местам. Мероприятие проходило в теплой домашней атмосфере. На импровизированной сцене внуки устроили самый настоящий концерт с мини-спектаклем. Организовали чаепитие ученики начальной школы. Это вторые и третьи классы. Конечно, им помогали преподаватели. Комитет по образованию также поддержал эту идею ребят. Была подготовлена видеопрезентация – подарок для бабушек с фотографиями их молодости. Ольга Гулинская, куратор духовно-нравственного направления «Живая Русь», уверена, что такие мероприятия необходимы как старшему поколению, так и детям. Юные десногорцы не должны забывать свои истоки и сохранить уважение к старшим. Они сами подготовили не только стихи и музыкальные поздравления. Они сделали потрясающие листопады добрых слов. Это добрые, искренние, сердечные слова для своих любимых бабушек. Детский листопад из добрых слов нашел своих адресатов. Ребята раздали мини-сочинения бабушкам. Некоторые растрогались даже до слез. Конечно, было очень приятно. Ожидали? Не всего ожидали. Ну, очень довольны. Все хорошо было. Мне очень понравилось. Спасибо деткам и учителям, что детки так выступили за их метро. Спасибо детям за праздник. Очень здорово. Порадовали своих бабушек. Очень понравилось. Очень. Молодцы. Такие молодцы. Реатие было чудесное. Дети настоящие артисты. Хорошо подготовились. Молодцы. Красиво. Приятно очень. Даша, Леша. Очень неожиданно. Очень приятно. Расстрогано. Все. Молодцы дети. Дети также остались довольны и своим выступлением, и реакцией бабушек. Я старалась, писала, чтобы бабушке было приятно. Было вот так вот приятно, что ли. Мне очень приятно было, что мы хорошо выступили для них. Встреча получилась очень трогательная, с настоящими живыми эмоциями. Все остались довольны, и воспоминания об этих минутах радости будут долго храниться в памяти ребят и их бабушек. И в заключение новости спорта. В Смоленске прошло первенство России по сумо. Более 400 юных спортсменов из 20 регионов страны два дня соревновались за путевку на европейское первенство. Всего было разыграно 48 комплектов наград. 24 сентября в Рослальском районе прошли благотворительные соревнования по GPS-ориентированию, посвященные Дню освобождения Смоленщины. Экипажи соревновались по классам «Туризм», «Спорт», «Экстрим», «Прото» и «АТВ Стандарт». Участие в заездах было платным. Все собранные средства направлены в детский дом. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин